Всем здравствуйте! Разрешите представиться. Меня зовут Дмитрий Витальевич Федотов, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию учебник по международному частному праву. Учебник издан кафедрой гражданского права коллективом акторов под редакцией доктора юридических наук профессора Гангала Бронислава Мячеславовича. Учебник издан совсем недавно, в 2020 году. Считаю, что он очень актуален для студентов, для интересующихся международным частным правом. А что такое международное частное право? Это, грубо говоря, вопрос о том, право какой страны подлежит применению в том или ином случае, если в отношении уступают граждане или юридические лица разных государств, если предметом того или иного отношения является какое-то имущество, находящееся на территории другого государства и так далее. Но помимо так называемых коллизионных норм, которые определяют применимые правила, которые устанавливают право какой страны регулируют соответствующие отношения, есть и то, что называют прямым регулированием. То есть страны, государства заключают международные договоры, где говорят, а вот эти вопросы решаются так-то. Особенно много таких международных договоров в области перевозок. Когда мы говорим о перевозке, у нас, конечно, сразу возникает ассоциация с перевозкой пассажиров и багажа, потому что многие из нас летают за границу, и всех интересуют вопросы сохранности их багажа, как отвечает перевозчик в случае утраты багажа. Одно дело, когда внутри России все по российскому законодательству, другое дело, когда речь идет о международных перевозках, и там уже вступают силы всевозможной международной конвенции, которых немало. Ну и, конечно же, важнейший аспект, о котором часто забывают, но он не менее принципиально незначим, это перевозка грузов, поскольку большинство товаров, которые мы видим на прилавках, так или иначе изготовлены с участием иностранного сырья, иностранных эль-деталей, а то и полностью произведены за рубежом. Международный товарообмен все растет. Поэтому вопросы ответственности перевозчика за сохранность багажа, они чрезвычайно актуальны. Ну и главу в учебнике, посвященном международным перевозкам, писал ваш покорный слуга. Ну и, соответственно, хотелось бы вам процитировать отрывок, который как раз посвящен этому вопросу. Итак, что нам известно? Перевозка грузов и багажа возможна двумя способами. С объявленной стоимостью или ценностью и без объявления стоимости ценности. При перевозке груза багажа с объявленной ценностью грузоотправитель указывает, объявляет его ценность. Если груз полностью или частично утрачен, похищен, испорчен или поврежден, то перевозчик обязан выплатить компенсацию в размере объявленной стоимости. Истинная стоимость перевозимого груза багажа при этом значения не имеет. Разумеется, перевозка груза с объявленной стоимостью, как правило, стоит дороже, так как риски перевозчика при такой перевозке возрастают. Что касается перевозки груза без объявленной ценности, то здесь вопросы пределов ответственности перевозчика по-разному регламентируются в международных договорах и внутрироссийском законодательстве. Что сказать про российское законодательство? Хотя, может быть, кому-то это покажется удивительным, но российское законодательство более лояльно относится к клиентам всевозможных транспортных компаний. Почти во всех транспортных уставах и кодексах по законодательству РФ установлена полная ответственность перевозчика за сохранность перевозимого груза или багажа. Ну, обычный чек, конечно, интересуется в первую очередь багажом, это и понятно. То есть, это значит, что если груз или багаж утрачен, то перевозчик возмещает его стоимость полностью. Конечно же, другой вопрос, как доказать, что у тебя было в багаже и сколько это стоило. Это очень непростой процесс, но это тема отдельного разговора. Тем не менее, принцип таков. Перевозчик возмещает ущерб полностью. Есть одно исключение. Ну, и такое самое неудобное, наверное, исключение – это авиатранспорт. Поскольку, согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, перевозчик отвечает за утраченный груз или багаж в строго определенных пределах. Не больше 600 рублей за килограмм груза. 600 рублей за килограмм груза и не рублем больше. Поэтому, конечно же, если у вас есть серьезные опасения за сохранность груза и багажа, его надо перевозить с объявленной ценностью. Да, это будет дороже. Но тогда вы можете быть уверены, что вам возместят столько, сколько вы объявили. И столько, сколько груз действительно стоит, а не какую-то абстрактную сумму. Но то, что я говорил, относится к внутрироссийскому законодательству. А как же быть международными договорами в трансграничной перевозке, когда мы летим куда-то в отпуск, там решаются эти вопросы так же или нет? Что мы знаем по этому моменту? Международные договоры, они менее лояльны клиентам транспортных компаний. Вот такой вот парадокс. Итак, что по этому поводу можно сказать? В международных договорах применяется более лояльный подход по отношению к перевозчику. При перевозке груза или багажа без объявления стоимости размер ответственности перевозчика ограничивается. Пределы ответственности перевозчика указываются в определенных условных единицах в зависимости от конкретного международного договора. Ну, наиболее распространенные единицы – это так называемые специальные права заимствования. Ну, например, вот из одной из конвенций, которая касается воздушных перевозок. Это Монреальская конвенция для унификации некоторых прав и международных воздушных перевозок. Тут сказано, при перевозке груза ответственность перевозчика в случае уничтожения, утери, повреждений или задержки ограничивается суммой 17 специальных прав заимствования за килограмм. То есть за килограмм утраченного груза 17 специальных прав заимствования. Курс специального права заимствования устанавливается Центральным банком. Ну, по состоянию на 2019 год, когда, собственно, я писал этот текст, это было около 95 рублей за одну единицу специальных прав заимствования. То есть несложно подсчитать, что получается 17 специальных прав заимствования, ну, это чуть больше полутора тысяч рублей за килограмм груза. Ну, в принципе, это больше, чем по внутрироссийскому законодательству, где установлен лимит 600 килограммов. Но, тем не менее, зато с другой стороны, в российском законодательстве авиационный транспорт это единственный транспорт с лимитом ответственности. Во всех остальных, на железнодорожном, на внутреннем водном, на морском, на автомобильном транспорте перевозчик отвечает полностью. А вот в международных перевозках, во всех международных конвенциях установлена ограниченная ответственность перевозчика. Поэтому, если вы перевозите груз и очень опасаетесь за его сохранность, и перевозка у вас связана с пересечением границы, то, конечно же, оптимальным вариантом будет в данном случае объявление его ценности, чтобы перевозчик отвечал за весь утраченный груз по его полной стоимости. А если такого указания ценности не будет, то перевозчик заплатит вам определенную сумму условных единиц за килограмм груза. Поэтому, как мы видим, данный вопрос по-разному регулируется во внутрироссийском законодательстве и в международном законодательстве, а точнее в международных договорах, посвященных перевозкам. Все это достаточно непросто. Все это нужно знать. И с подобными проблемными вопросами нам позволяет разобраться как раз учебник по международному частному праву, который рекомендую всем интересующимся и всем студентам.